Школьная столовая уже не звучит скучно. Теперь это фудкорт. Меню также соответствует современным стандартам. Например, оладьи из печени, пожалуйста, здесь тоже предлагается на обед. На обед также можно предложить по меню манты, пельмени есть, различные изразы, вот клепцы рыбные из горбуши. Ассортимент почти как в ресторане, только есть оговорка. Еда сбалансированная, полезная и подходит для детского питания. Полгода школа номер 88 участвует в эксперименте. В меню добавляют те продукты и блюда, которые ученики едят с удовольствием. Работа в школьной столовой начинается с самого утра. К примеру, сегодня в меню блинчики со сгущенным молоком, каша молочная, цикорий с молоком. На обед уже салат из моркови, рассольник, плов из птицы. Стоимость такого меню составляет 150 рублей. Даже если выбирать только завтрак, то в месяц питания одного школьника обходится родителям более чем в полторы тысячи рублей. А если вместе с обедом, то придется заплатить уже 3600 рублей. Но с 1 сентября родители младшеклассников ждут небольшие послабления. В законе, принятой Госдумой, говорится. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием. Это в обязательном порядке горячие блюда и горячий напиток. Закон будет внедряться поэтапно до 2023 года. Финансировать грандиозный проект планируют из трех бюджетов – федерального, регионального и местного. Но в каких размерах – пока не определено. Сейчас задача региона в чем? Для того, чтобы посмотреть, какое количество детей, какие необходимы финансовые затраты, определиться со своими ресурсами и вместе с федерацией решить о том, какая должна быть предоставлена финансовая помощь из федерального бюджета. Пока же в школах области организован мониторинг питания. Специалисты отслеживают, какая еда у маленьких оренбуржцев в приоритете, почему не доедают и что бы хотели видеть на столах. Региональные законодатели уверены, к 1 сентября им удастся охватить бесплатным горячим питанием 100% младшеклассников, проживающих на территории всей области. Анонимых Георгий Бурлуцкий, Новости дня.